Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Парочка новостей из так называемой России с тем, чтобы вы просто понимали с кем нам приходится иметь дело и как у них все дела обстоят круто. На самом деле, вот смотрите, Письков, или как его там фамилия, господи прости, значит, заявляет, что они преодолели все препятствия и импортируют в достаточном количестве электронные компоненты для своих вот этих ракет, для шахедов и так далее, и так далее. Ну, можно было бы, конечно, поверить этому товарищу, если бы он не брехал каждый раз, когда он открывает свой рот. Но, как говорится, интеллект не позволяет. Дело в том, что, ну а как тогда понимать такую новость? В Самаре, в Самаре, инициатива общественная сейчас у студентов, значит, сдавать свои сигареты, как они там называются, электронные сигареты, вот эти вот, в определенные места, где из них будут выковыривать электронику. Эта электроника пойдет у них на шахеды, да, то есть всякие там микросхемы, микроаккумуляторы, вот это все будет оттуда изыматься и вставляться в шахеды. Я не очень понимаю связь между электронными сигаретами и шахедами, но когда есть такая инициатива, я не могу не сказать себе, что, по всей видимости, вот с электронными компонентами у этих товарищей, ну как-то не все в порядке. Иначе вот такой вот глубины, всеобъемлющий идиотизм им бы не пришел, наверное, все-таки в голову. Это первый момент. И второй момент тоже очень интересный, значит, о том, какая так называемая Россиюшка богатая, передовая, зажиточная, жить там хорошо, а будет жить еще лучше. Ну, по крайней мере, так они сами об этом говорят. А что на самом деле? А на самом деле чиновники из, по-моему, Ямало-Ненецкого округа, кстати, он должен быть из-за нефти и газа совсем себе не бедным, назвали чушью желание пенсионеров на Новый год. Ну, обычно, что там люди себе желают? Счастья, здоровья, успехов, не знаю, долгих лет жизни, любовниц, красивых жен или наоборот, не знаю там. Ну, кто, каждый свое, да? Вот. А знаете, что пожелали люди 50 плюс там? Я уверен, что раз там, потому что, еще раз говорю, там самые высокие у них пенсии, ну, в силу севера, в силу там нефтяности, нефтяности. Ну, короче, бабла там по их меркам море. А знаете, что они пожелали в массе своей, когда был опрос? Что бы вы хотели? Они сказали мясо пожрать. Вот это у нас желание на Новый год пожрать мясо. Приблизительно такое же желание высказали пенсионеры из сверхбогатого государства Эритрея, а также из Экваториальной Гвинеи. Правда, вот такого желания не высказывали пенсионеры из Центрально-Африканской Республики, вследствие того, что у них рядом есть хороший упитанный сосед, поэтому, в принципе, вопрос решается гораздо проще. Но вот эти вот, значит, из Эритреи, Экваториальной Гвинеи и из так называемой России на Новый год хотят просто-напросто что-нибудь пожрать. А о чем-то другом речь даже не идет. Вдумайтесь, Россия, она по природным богатствам богаче, чем Эмираты, богаче, чем Саудовская Аравия. Там местное население, Катар, Бахрейн, не важно, Бруней тоже самое. Там местные, которые имеют гражданство, они сплошь миллионеры, конечно, долларовые. Практически все. А вот на так называемой России пожрать хотят мясо, они его не видят, видимо. Не, правда говорят, что Путин скоро будет делать мясо искусственное из тараканов и моли и кого-то там еще, кузнечиков, по-моему, не знаю. Не столь важно. Говорят, основной ингредиент будут тараканы, искусственное мясо. Вот, тогда им дадут, наверное, пожрать, но это тоже же не факт. Потому что такое дело, вы же понимаете. Но, в принципе, конечно, скажем так, разительная разница. А самое удивительное в этом всем том, что вот сейчас будут у них выборы, и вот эти желающие пожрать просто-напросто мясо пойдут и снова дружно проголосуют за Путина. Ну, точнее, за его мумию.